Микс Ньюс Да, добрый день, уважаемые радиослушатели Как мы уже говорили, как мы анонсировали Сегодня в гостях публицист и историк Игорь Ватолин, добрый день Какое-то время вы у нас не были Много тем, наверное, интересных для обсуждения Но возьмем, наверное, самые актуальные Которые вот сейчас вот на слуху В последние дни И, может быть, начнем вот с бюджета Вчера семь, после семи часовых дебатов В первом чтении утвердил бюджет Но сенсации не случилось Но вот у меня такой, может быть, вопрос Часто очень на позиции Выходит на трибуны, с одной стороны Совершенно справедливо, говорит, вы там пообещали С другой стороны, мы знаем, что коалиция состоит Из пяти партий И понятное дело, что избиратели Не их задача, может быть, так скрупулезно Сейчас изучать, они не аналитики Кто чего обещал, но создается такое ощущение Что вроде все партии, которые Находятся в коалиции, они все чего-то Пообещали, всем зарплаты Пенсии, пособия И так далее, и так далее На самом деле, я так понимаю, там две были партии Которые особенно, отличаясь перед выборами Этими щедрыми обещаниями Вот как здесь отделить Вроде бы все в одной лодке, все несут ответственность Кто чего обещал-то? Не, ну, справедливости ради Надо сказать, что если Открыть декларацию правительства Там вот таких прямых цифр нет Уже нет, да То есть там, в принципе, там улучшить Достигнуть, расширить Ну и, в общем, надо сказать, что вообще Это правительство, которое Формировалось в таких муках И вот в конце января исполняется год его работы Надо сказать, что оно работает на удивление Плодотворно Хотя, вроде бы, как На стадии формирования Можно было вспоминать Классическую басню Ивана Андреевича Крылова «Квартет» Казалось бы, там, ну и «Лебе» Или другую басню «Лебедь» Рак и щука В общем, вроде бы, в «Товарищах» Согласия не было совершенно Но как-то вот устаканилось И Каренш, вот которого говорили Что и чужой нам он под собой Не чуется он страны Но вот он оказался достаточно удачным Менеджером, дирижером правительства И, несмотря на то, что партия Которая вот из партии, входящих в правительство Набрала наибольшее число голосов КПВЛВ Она находится в процессе такого Перманентного распада Вплоть до одного человека Рейтинга уже нет никакого Ну да, но тем не менее Вот это правительство Оказалось дееспособным И вот правительство подготовило бюджет Ну и задача Сейма Теперь его протрясти Там просканировать Но не разрушить архитектуру бюджета Ну и одно из базовых Рамочных условий При обсуждении этого бюджета Было то, что Не в обещаниях партии А в отдельном законе О финансировании здравоохранения Было указано Увеличиваем 20% То есть это где-то там Это получается Где-то около 120 миллионов Ну да, да, да 119 миллионов Но оказалось, что всего Вот та часть, которую в бюджете Можно перераспределить Это порядка 200 миллионов Если мы 120 отдаем медикам То чего-то не отдаем Учителям и другим сферам Ну вот здесь, собственно говоря И началась коллизия Причем, опять же Справедливости ради О том, что такая коллизия будет Говорили и летом И в сентябре Ну и вот Это случилось Да, оно так и случилось Никогда такого не было И вот опять И, соответственно Мне кажется Критика оппозиции Она, с одной стороны, понятна Что оппозиция должна критиковать Но, честно говоря За этой критикой Я не увидел следующей части За прелюдией фугу В смысле альтернативы Ну окей, значит Мы нехорошо Медиков обидели Вот они готовятся К забастовке К акции Но откуда взять? Где деньги ЗИН? Из какой тумбочки? То есть, если мы все Отдаем медикам Значит, это же там Учителям Подавать заявку На пикет Ну, в общем Мы имеем бюджет Который имеем Я думаю Что вот Практически Вот то, что было принято Это оптимально И то, что там Возникли отдельные дебаты По увеличению Финансирования партий Там на 4 С хвостиком Миллиона Ну Эти 4 миллиона Не спасают Нет, понятно Я думаю, что здесь Больше такой фон Психологический Даже дел не в оппозиции Хотя, наверное, задача Оппозиции Критиковать любое Ведь бюджет Самый идеальный Можно найти, наверное, в нем Какие друзьяны Общий фон Создается не очень благоприятно И с точки зрения Может быть, я сейчас Такого политического пиара Потому что мы понимаем Что те суммы Которые направятся На партию Несоизмеримы С теми суммами Которые нужны Медицине МВД И так далее Учителям Но Речь о другом Да, о таком Может быть, даже Моральном воспитании Что, знаете Медиков слишком много На вас не хватает А партиям хватит Вот ведь в чем Нет, нет, нет Тут нельзя не согласиться С министром здоровья Илзе Винкела Что решение вопроса Реального увеличения Зарплат медиков Это не Переброска Средств В имеющемся бюджете Это вопрос Что мы Увеличиваем Налогообложение И Идем по такому Социалистическому пути Или Как это говорим Что каждый Лечится и умирает В одиночку Ну, то есть Больше такая Американская Модель Хотя там обсуждает Хеллская Или скандинавская Что каждый Ну, так Не отложка За госсредства А остальное Лечение Ну, каждый В соответствии Со своими возможностями Типом страховки И так далее Но это Должны быть Серьезные дебаты И, насколько я понимаю В программе Сейма Когда будет принят Этот бюджет А денежная сумма В этом бюджете Такая, какая есть И больше никакая К сожалению Ну, а вообще Да, и вот сразу После бюджета Начнется обсуждение Какой быть Каким быть Налоговым подвижком Потому что Уже в 21-м году Да, да Потому что Вот налоговая реформа Казалось бы Она должна Все решить Все расставить По своим местам Но тоже Не секрет Что изначальное Предложение Торгово-промышленной Палаты Создать Такие условия Для бизнеса В Латвии Чтобы Сюда стекались Капиталы Инвесторы Выстраивались В очередь Цвело производство Этой задачи Налоговая реформа Не выполнила Потому что В ходе Движения По коридорам Обсуждения Она обросла Там и социальной Функцией И То урезали Это добавили В общем Вопрос Изменения Налогообложения Он остается В повестке С другой стороны Справедливо Что Менять Правила игры В этой области Следует Не чаще Четырех Раз в четыре года Желательно Они так как у нас Делали Раз в два года Ну да Иначе совсем Там крыша Едет у бухгалтеров Предпринимателей Но что Менять что-то надо Это правда И главное Все-таки Главное Магистральное Решение вопроса И Зарплаты Учителей И медиков Это увеличение Объема экономики То есть Если будет поступать Больше денег В бюджет Можно будет Больше тратить А если меньше Соответственно Там Как не Перебрасывай налоги Туда-сюда Ну Все равно Ничего не получится Еще наверное Такая Тема Она не связана Напрямую с бюджетом Это такая Долгоиграющая тема Может быть даже тема Отдельного разговора Но все-таки Видимо После бюджета К этому вопросу Придется вернуться Есть Некое решение Ну или По крайней мере Договоренность Устная Судя по всему Коалиционного совета О том Что Министерство Образования Надо подготовить Новые поправки Связанные Со школами Нацменьшинств Или с билингвальным Образованием Называйте как хотите Ну Цель видимо Уже перевести Полностью Только на латышский Язык обучения Ну Насколько это вообще Реально Ну Эта новость Не это неделя Справедливости ради Это Новость Вот Из Вот как раз Из Нюансов И Особенностей Вот этой Правящей Коалиции Потому что В нее вошли Ну Очень разные Партии Еще раз Говорю Это удивительно Как Насколько Эффективно Им удается Работать Вот те Кто помнит Эпопею По Зачатию И Рождению Этого Правительства Ну Помнят Как это все Весело Проходило И Ну Коалиции Собрались Вопрос Был какой Ну вот В детских Садах Латышский Язык Должен быть Доступен Всех И вот как Можно ли Обеспечить Доступность Госязыка Во всяких Разных Детских Садах И Партии Коалиции Согласились Что Доступность Следует Обеспечить При этом Инициатор Этого Разговора Представитель Национального Объединения У них Мантра Такая Что давайте Латышизировать Все Они Быстро Побежали К прессе И сказали Что в рамках Нашего Плана По латышизации Всего образования Мы договорились Что будем Латышизировать Начиная Специальных актов Никто не принимал Но согласились Что да В любом детском саду Латвии Должна быть Доступность Латышского языка То есть если По правке уже пошли Скоро Родители желают Это Можно сделать Дальше Там надо Обсуждать Наверное Уже Технические Детали Как Это Обеспечить С тем Чтобы Это Ну да Была Доступность Латышского Чтобы Ну если Родной язык Ребенка Другой Чтобы там И родной язык Присутствовал Ну и я думаю Самое главное Это Что это за Латышский язык Потому что Не секрет Что вот Перевод На латышский язык И детских садов И школ Там И вузов Ну и вообще Если человек Вот приехал в Латвию Там получил Вид на жительство В перспективе Хочет стать Гражданином Латвии Как ему Ну Освоить Великий И могучий язык Райнеса И чада Райнеса Александра Чакса Да А это не так просто Это либо платные курсы Либо какие-то бесплатные курсы А вот так Чтобы был такой вот Центр Госязыка Не надзирающий Карающий А вот Обучающий Обучающий Вот В таком Максимально Благоприятным И удобном Для клиента Режиме Что тебя там Исследовали Изучили Опросили Твой уровень владения Там По нулям Или По другому Разработали Индивидуальную программу Вот в такой группе В этой группе И так далее И чтобы вообще Был такой вот Методический Чемоданчик Типа Тойфл По английскому языку Вот Учим английский Как Иностранный язык Как второй Ну вот Все это Нет такого пока Да Потребность В этом возникла С того момента Когда латышский Стал государственным Языком Он перестал быть Языком своих Вот Племени латышей Таким Полусакральным Языком Он стал Языком Коммуникации Всех Латвийцев И Соответственно Ну Вот когда В первом классе Средней школы В начальной школе Начинают давать Латышский язык Народных сказок Со всеми там Архаизмами Сложностями Или какая-то Вот экзотическая Терминология Когда Какие-то понятия Появляются Один единственный раз В этом тексте И больше никогда Но это неправильно Это методически Неправильно И А Та институция Которая вроде бы Призвана Этим заниматься Это Как это называется Агентство Государственного языка Не путать с центром Центр Это такое Языковая полиция А Агентство Госязыка Это Методический центр Который В общем В целом Замечательно работает Но там очень мало Малый бюджет Мало сотрудников И они Выполняют В рамках Поставленных задач В основном Задачи Разработки Программ Латышского языка Для Тех Кто Для новоприбывших Кто начинает С нуля А вот Ситуация В школах Когда да Ребенок Язык семьи Русский Но латышский Ну не совсем Неизвестный И ни в коем случае Не иностранный Ну вот Эта задача Остается Невыполненной И вопрос О языковой Революции В преподавании Латышского Он Честно говоря Я вот не слышал Чтобы национальное Объединение Вот так Формулировало Этот вопрос Ну и кстати говоря Другие политики Оппозиции Тоже Как-то вот Не формулируют И вообще Если Честно говоря Вот Оба Ответа Обеих Партии За которые В основном Голосуют Русскоязычные Ну лично меня Они как-то Не устраивают То есть Согласие Хранит Молчание Молчание Знак согласия Единственное Что на эту тему Сказал Нил Ушаков Еще будущим Мэром Риги Ну и лидером Партии Что мы Компенсируем Пагубу Реформы Языковой На уровне Самоуправления Но деньги На эти программы Факультативы Так и не были Выделены Все Ну Ушакова Больше нет Будем ждать От согласия Наконец-то Какого-то Плана По реформе Образования Согласен А акции Русского Союза Латвии При всей Их Веселости Красочности С транспарантами Барабанами Ну они Скорее Работают На Планы Национального Объединения Ну то есть Когда вот Столько людей В основном Прекломного Возраста Ну не слишком Много Людей В основном Прекломного Возраста Выходят На улицы И Скажем Тоже Выдвигают Вот Какие-то Лозунги Там В начале Это там Их компании Там упоминались Указы Екатерины Второй Учредившей Тут вот Первую Русскую Школу Потом Русская Языковая Автономия Как Межвоенной Республики Ну сейчас Говорят О Руки прочь От русских Школ Ну вот Что это Значит Где ваш Конструктивный План Мама ради Меня Обратно В Советский Союз Ну вот Короче говоря Вот пока Тут Какая-то Сумбурность Одинная тема Единственное Мне кажется Что Здесь Кто кому Помогает Это Может Долго Дискутировать Мне кажется И националисты Помогают Всем Потому что Вот это Последнее Решение Еще правда Пока в первом Чтении Новый Административный Закон Где сказано Что будет штрафовать За то Что Бросит рекламу На двух языках Ну Это глупость Это глупость Я думаю Тут Как-то Ну и кстати Говоря Вот Если Вот Тоже Вот Одно из Событий Недели Вот на выходных Был Съезд Согласия Да Вот мы к этому Сейчас Плавно Перейдем Я думаю Что Тут Очень Многое Упирается В то Что Партия Которая Представляла бы Интересы Русскоязычных Она Ну вот Можно сказать Уже там Вросла В скамейки Оппозиции И вот Задача Которая Ставилась В 2011 Году Войти В правящую Коалицию И которая Была Вот Очень странным Парадоксальным Образом Самоубийственно Ликвидирована В результате Поддержки Согласием Языкового Референдума Ну вот Эта Ситуация Она как-то До сих пор Не Выправилась И Вот Цель Войти В коалицию А это Нормальная Цель Любой Партии Она как-то Вот Не Даже Не ставится Парадоксальным Образом Если бы Согласие Было В правящей Коалиции Я думаю Все было бы Совершенно По-другому Да Ну Мы во второй части Об этом Тоже поговорим Вот Может быть Так Чтобы завершить Ту первую часть Так плавно Перейти Маленькая Новость была На этой неделе Может она не вызвала Какого-то большого резонанса Поскольку Видимо Диалог на эту тему Еще впереди Под комиссией Есть такая Просто трагическая Коммуникация Обсуждала Возможность Вот Обсуждала Варианты Как вообще Начинать диалог Власти С нацменьшинствами Мы конечно Можем с одной стороны С иронии К этому отнестись Казалось бы Да Спустя 27 лет 28 Озаботились Как все-таки Нацменьшинство Говорить С другой стороны Может быть Действительно Как это не парадоксально Депутаты Особенно новенькие Представляющие Ну латышскую часть Эстеблишмента Если так можно сказать Совершенно не понимают Как вообще Общаться с русскоязычными Сначала была наивная идея Что будет Все смотреть Латвийское телевидение На латышском языке И вот так Это и будет диалог Потом была Другая крайна Что давайте Специальный канал Круглосуточно создадим Решили, что денег не хватит А вообще Вот Есть такая проблема Или она надуванная Общение власти С нашими меньшинствами Я думаю, что вот Такой формулировки Это Такой театр абсурда Хотя Ну Как бы Слова вроде бы Узнаваемые Различаемые Ну и тот факт Что это проходило За закрытыми дверями В обстановке Так сказать Секретности Да Ну видимо Там просто были Какие-то Тайные Для служебного Пользования Документы Документы Вот И данные Там исследований Обнародованы Будем ждать Утечек Кстати Что там С толком Было сообщено Вот Ну Это добавляет Как-то Вот интриги Ну есть такая проблема Да Общение власти Да Загадочность Если честно То я Исхожу Из того Что Вот То На чем Как мне кажется Споткнулась Межвоенная Латвия Вот Если мы Вспомним То Межвоенная Латвия Это на самом деле Две латвийских Республики Которые достаточно Сильно Различаются До 1934 года И после Это республика 1918 19 ноября Демократическая Парламентская И республика 15 мая Которая вот Сложилась Авторитарная После Переворота 1934 года 15 мая Но Вот это вот Демократическая Парламентская Республика Была Образцово Показательной В плане Обеспечения Прав Национальных Меньшинств Хотя там Немцы Жаловались В Берлин Но В целом Права Нацменьшинств Всякие Разные Были обеспечены Они были Представлены В парламентах Были специальные Школьные Управы Русские Но Все Кучковались По своим Национальным Квартирам Вопрос О формировании Единой Политической Нации Латвийцев Ну вот Говорят Последние Там Статья О завещании Райниса Которая была Опубликована В газете Сегодня Он там Поднимал Этот вопрос О латвийцах Лэтландерс Ничего не изменилось Остановлена Как парламентская Но я бы сказал Что душок Там остался Вот от этой Ульманисовской Республики 15 мая И до сих пор Толком Вот эта задача Формирования Единой Политической Нации Она как бы Ставится В риторике Особенно у Исследователей Упоминается Но толком Как политическое Задание Ну Оно Скажем так Не совсем В повестке А это Означает Что? Что нет Титульных И нет Нацменьшинств Есть вот Первый Государственный Язык один Латышский Но при этом Остальные Языки Тоже Функционируют По мере Их Востребованности И Мировой Английский Тут цветет И пахнет И И И И при этом Не важно То есть Нет ни Эллина Ни Иудея Там не важно Кто ты по крови Важно Что Ты Латвиец Принадлежишь К единой Политической Нации И видимо Вот это и есть Решение Вот всех этих вопросов Да Вот во второй части поговорим Действительно о согласии Ключевое событие Минувшей субботы Небольшая пауза на рекламу Буквально пару минут Не переключайтесь Добрый день еще раз Уважаемые радиослушатели Игорь Анатольев У нас в студии Ну мы пообещали Во второй части Поговорить действительно О субботнем конгрессе Согласия Об этом мы говорили И сами представители Согласия Теперь можно Такой взгляд со стороны И На самом деле Многие говорят о том Что произошло то На конгрессе Что должно было произойти Что может быть ожидалось Политический тяжеловес Возглавил партию В кризисный момент Как вы все это оцениваете? Ну мне кажется Что Вот Завершение Ушаковского Периода В согласии Это конечно Знаковое Событие И к сожалению Период Этот оказался Для партии С одной стороны Можно Считать Позитивом И достижением То что Вот Сформировался Тандем Согласия Честь служить Риге В Рижской думе И На протяжении Десяти лет Правил столицей С другой стороны Плоды Вот Этого правления В Риге Но оказались Мягко говоря Неоднозначными А если совсем грубо Ну просто криминальными Вот это вот Самый большой скандал С Рига Сатексмы Где сигналы пришли Не от зловредной Оппозиции Это от Интерпола Пришла наводка И тогда начали копать А дальше Вот Оказалось Что практически Все Муниципальные Предприятия Рижской думы Там есть какие-то Фиктивные места Какие-то Странные траты Синекуры Для своих В общем На фоне Обычных Каких-то Несуразностей Каких-то Недоработок И коррупции Которые Наверное Неизбежны В реальном Управленческом Процессе Человеческое Слишком человеческое Но вот здесь Все конечно Зашкаливало В разы И до сих пор Рижскую думу Лихорадит И там Продолжается Вот этот Разделение И уточнение Границ В правящей Коалиции Где там Остается Согласие Хотя мэр Сейчас От честь Служить Риге И Ну это Вот подводя Итоги Ушаковского Управления Это скорее Скорее Ну баланс Со знаком Минус Чем с плюсом Хотя начало Было очень Лучезарным Но Мне кажется Вот это вот Вождистская Вождистская Модель Когда вот Долголетний Лидер Согласия И основатель Янис Антонович Юркенс Был такой Партийной Иконой С которой Пыль сдували Потом там Произошла Смена И Выдвинули Молодое Лицо Партии Это была такая Вначале Как бы Пиар-акция Что вот На переднем Кране Будет молодой Речистый Из журналистов Председатель А мы Старые Товарищи Теневые Кардиналы Будем Там Подергивать За веревочки И В общем Руководить Молодым Вот Фасадом Партии Но Как только Нил Ушаков Стал мэром Риги Он сразу Все расставил По своим Местам Партия Вернулась От басистской Модели Которая Просуществовала Очень короткое Время От слова Босс Вот К Иконической И вертикали Власти Ну и вот В партии И в Риге Была выстроена Вертикаль Власти Когда сверху Был Нил Валерий Чушаков И надо Сказать Что Это довольно Пагубно Отразилось И на партии И на Рижской Думе Потому что Департаменты Рижской Думы Вот если есть Прямое указание Сверху Работали Что вот То что Кто спускается Сверху Обязательно Обязательно К исполнению Остальное Лучше Не высовываться Ну и Собственно Говоря Смена Персоналей Во главе Партии Это Закономерный Итог Этого Процесса И к сожалению Согласие Не выполнило Своей главной Функции Это представление Интересов Русскоязычного Преимущественно Русскоязычного Избирателя На уровне На национальном Уровне И эта Задача Она остается Главным вызовом Для партии Как мне кажется И вот Если меня Взяли бы В консультанты Согласия Первое что я бы Посоветовал Это Придумать Машину Времени Чтобы попасть В ситуацию 2011 Начало 2012 Года Перед Засчастным Языковым Референдумом Когда Партия Была Без пяти минут В коалиции Посыпать голову Пеплом Извиниться За ошибки Покаяться В ошибках Потому что На съезде Как бы Говорили Что есть ошибки Но это В основном Проходило В виде Намеков На то Что вот мы Ошибались Конкретного Анализа Такого С называнием Имен Дат Обстоятельств Ну Не было Но те Кто следит За политикой Понимают О чем Идет речь Мне кажется Там надо Как-то Сделать Такой Каминг Аут Честно Сказать Что вот Это Языковой Референдум 2012 Года Был Роковой Ошибкой Извините Вот то Что мы Пошли За этим Красоловом Дудочником Ландером Или мечом Лендерманом Я уважаю Все Мне просто кажется Что вот Путь Извинений В политике Особенно В Латвии Это путь Никуда Нет Это Перезагрузка Вот Как стать Приемлемыми Для Избирателей Партии Правящей Коалиции Чтобы Они Правильно Поняли Действия Партии Которые Были бы Готовы Войти В одну Коалицию С согласием Вот А зачем Для того Чтобы Представлять Интересы Русскоязычных Это для Согласия А для Тех Партий Ну там Возникают Разные Расклады Потому что Присутствие Во всех Правительствах Национального Объединения Обеспечивает То что Происходит Сейчас С русскими Школами То есть Это Латышизация Для других Ну кстати Новая Консервативная Партия Они еще Как бы Состязаются С национальным Объединением На этой Площадке Я только Не понимаю Зачем Новым Консерваторам И Менять ТБ Вису Латвии На согласие Ну вот Как бы Это такая Обстрактная Мысль Для других Для других Партий Скажем Этот вопрос Менее Сенситивен Или Скажем Это не главный Вопрос Для них Поэтому Может Сложиться Такая Констелляция Что если Согласие Становится Приемлемым В качестве Партнеров Вот Возвращаемся С ситуацию 2011 Когда была Такая Ситуация И И тогда Возможно Всякое Разное Это уже Вопрос Политической Зрелости Хитрости Интриги Я думаю Вот Господину Рубановичу Политического Опыта И хитрости Не занимать Посмотрим Чем Это все Закончится Еще одна Тема Мы Хотели До эфира Обговаривали Самые актуальные Интересные Темы Опять Таки Связаны Мы с Националами Из ТБ Вису Латвии Господин Доброго Одной рукой Воюет С местными Нарусами Второй рукой С приезжими С пришлыми Особенно Ему не нравятся Иностранные студенты Которые работают Под названием Время Лже Студентов Скоро Закончится И там Он ополчился На Кебабны Которые Действительно Появляется Достаточно Много В центре Риги И Там Он Как бы Свойственный Для наших Национал Патриотов Манере Он Обсуждает Казалось бы Такие Ну Действительно Актуально Ну Такие Локально Актуальные Вопросы Что да В этих Кебабных Бывает Там Ну Как бы Иногда Грязь Иногда Там Не говорят По-латышски Бывает Иногда Не говорят По-латышски Иногда Там Что-то Не так С документами Но Дальше Из этого Делается Ну Такой Вывод Что Среди Нас Какие-то Инородные Тела И дальше Вот этот Вот Дискурс Грязи Там Вот Упоминаются Тараканы Это все Конечно Старый Добрый Российский Дискурс Что вот Эти Мало того Что они Другого цвета Кожи Они Не чистоплотны Они Несут Грязь Причем Грязь Вот Материальную И грязь Духовную Они хотят Испортить Наши Нравы И надо Поскорее От них Избавиться Видимо Кебаба Какая-то Опасная Но поскольку Наши Национал-патриоты Они люди Опытные До открытого Дискурса Ненависти Они не доходят Они очень Точно знают Границу Но они Намекают Они вот Как бы так Вот Всеми Глазами Подмигивают Вот Делают Жесты Что Ну Свои-то Поймут О чем Говорят Ну я считаю Что Ну конечно Там В заведениях Общепита Должна быть Чистота Бумаги Должны быть В порядке Но вот То что В качестве Целей Критики Борьбы Вот И ставится Задача Выведения Не только Там Русского Духа Да А и Там Пакистанского И прочего Азиатского Ну Но Это Показательно И вот То есть Речь идет Не о какой-то Там Русофобии А ксенофобии Или расизму По широкому фронту Ну и Я думаю И Латвийское Общество Ну и Партнеры Господина Домброва По правящей Коалиции Должны быть Очень бдительны Ну Боюсь Что они не будут Очень бдительны Может быть Опитимистический Настрой Но вот Возвращаясь К тому Вот С детским Садиком Мы там упоминали Да Но ведь На самом деле Есть так Вот Я Может быть Как обычно Буду полемически Заострять Ну там Не знаю Возьмем Там Какой-нибудь Садик Допустим Там Номер 131 В Золе Тут Или В Зепников Идет Человек с ребенком И думает О Смотрите Здание Вроде Ничего Мне этот Детский Садик Нравится Он заходит Говорит Вы там Какую программу Реализуете Они говорят Виновата Пока еще Нацменьшин А пока еще Хорошо А вот Для моего ребенка Вы Завтрашнего дня В соответствии Законам Будете реализовывать Латышскую программу И так Дальше По всем детским садикам И говорят Вот это и есть Интеграция Вот мы придем В ваш дом И скажем Вы там Еще На каком языке Смейте Не Здесь извините Латвия Мы теперь Будем делать так Вот это так Они хотят Коалиция Обсуждать вопрос И общаться С нацменьшинствами Там Вот вопрос Уже в первом чтении Поддержан Между прочим Нет Вопрос был поставлен Так Надо везде Во всех учебных Заведениях Страны Обеспечить Доступность Латышского языка Вроде бы Все за Должны быть Не важно И дальше Как это реализовать И вот здесь Вот Примерно так Как я сказал Надо Надо вооружиться Увеличительным Стеклом И Организациям Родителей И тем Кто Тем Кто Являются Экспертами По данной теме Вот здесь Просто очень Внимательно Следить За руками За губами Что говорится Что делается Какие акты Принимаются Ну потому что Ясное дело Что вот Доступность Латышского Должна сочетаться С присутствием И родного языка В детском саду Ну если родители Хотят отдать Ребенка В детский садик То Это отдельная тема Вот как Как вот Обеспечить Мероприятие Поддержки Для того Чтобы ребенок Влился Вот в эту Латышскую среду Если таково Решение родителей Если родители Решают Что Он Должен ходить Преимущественно В русскоязычный Детский садик То Там Присутствие Родного языка Должно быть Обеспечено Но и Несомненно Присутствие Государственного языка Это понятно Вопрос Как это сделать И Ну Я думаю Что если бы Была достаточно Внятная Общественная Реакция С внятным Предложением Альтернативы Где говорится Да мы обеими руками За доступность Латышского Но давайте Говорить о том Чтобы эта Ценность Ребенка И его развитие Она Не выплескивалась Из этой Инициативы А с другой Стороны Ну конечно Все рано Или поздно Снова Упрется В одно и то же Это Политическая Представленность Русскоязычного Населения При принятии Касающихся Их решений Потому что Вот эта Гипотеза Что вот Есть какой-то Суверен Который Все это дело Разрулит И если мы Пожалуемся В ООН В Европарламент Или еще Куда-то То в ПАСЕ ОБСЕ Президент уже Видел бесполезно Да Что оттуда Приедут Эксперты Все разрулят Нет Добьемся Мы освобождения Своей Собственной Рукой Если В ситуации Парламентской Демократии Когда решается Вопрос При соучастии Партии Коалиции Ну к сожалению Да Наверное В целом В латвийской Политики Латвийские Партии В основном Руководствуются Пожеланиями Своих Избирателей Каждый раз Складывается Та или иная Политическая Ситуация При наличии В правительстве Национального Объединения Похожих на него Партии Понятно Какая линия По языковому Вопросу Доминирует Поэтому Ну партии Представляющие Интересы Русскоязычных И их задача Войти На конец Правительства И эта задача Реально 2011 год Показывает Что все это Было возможно Но С тех пор После языкового Референдума Наступила Вот эта Ушаковская Пауза Риторика Которая иногда Доходила до ненависти Рига В какие-то Периоды Пыталась себя Вырезать Из остальной Латвии Потом Правда Возвращалась Как бы Но это все Вот Съезд согласия И очень Такая Скромная Критика И такие Признания Ошибок Все-таки В целом Показывает Что пора Этой партии Достаточно Радикально Перезагрузиться Ну или другой Пусть Просто вот Распасся Пусть там вот Какая-то Конструктивная Вот как при Ликвидации Банка Парекс Вот есть Портфель Хороших Денег Это Хорошие Акционерное Общество Атум Чистые Деньги И Плохой Портфель Парекс Это Реверта Вот Ну тогда Надо Размежеваться И Какая-то Конструктивная Часть Согласия Она Начинает С чистого Листа Под другим Названием Но я думаю Шанс на Перезагрузку Не Утрачен И Но первое Что надо Сделать Это Произвести Наконец Работу Над Ошибками Ну что ж Посмотрим Будет ли Эта работа Проведена Конгресс Показал Что какая-то Работа Под ошибками Будет Проведена Но вопрос Какая работа Какие ошибки В любом случае Большое спасибо Нашему Сегодняшему Гостю Игорю Ватолину За такой Анализ Спасибо большое Замечательно Спасибо Спасибо